Телеканал «Культура» представляет А мы приступаем к заключительному туру нашего состязания Просто радостно, что у нас в стране такие замечательные молодые артисты ростут Самое главное, что ничего не мешает пение Каждый представил своему лучшему репертуару Я очень смелая сегодня, потому что я знаю, что в последний раз меня из жюри не выгонят Ну, девочки, держи Вот это итог, настоящий шикарный итог Большой оперы Победителем становится Конкурс молодых исполнителей «Большая опера». Финал Жизнь для... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, дамы и господа Рады вас приветствовать сегодня в финал Алла, видимо, по случаю финала вы сияете просто как Клеопатра Ну, во-первых, я сияю всегда А сегодня особенно, потому что сегодня мы узнаем, кто же победил в нашем конкурсе Да, развязка приближается, а между тем напряжение нарастает и интрига растет, как снежный ком Уже хочется узнать имя победителя и праздновать хочется Что же будем делать? Будем совмещать, будем завершать турнир и будем праздновать То есть вы хотите не с корабля на бал, а устроить бал прямо на корабле? Вот хочется, тем более, что сегодня конкурсанты взяли на себя повышенные обязательства Да, сегодня нам предстоит еще получить от них некие специальные подарки Это была их собственная инициатива И один из сюрпризов уже томится вот там за кулисами и готов выйти на сцену Я даже знаю, как зовут этот великолепный сюрприз Это фаворитка нашего конкурса Вероника Джиоева Вероника делает нам сегодня королевский подарок И я за свою жизнь не встречал ни одного человека, который бы остался равнодушным к этой арии Ее слушают охотно и когда люди счастливы, и когда они крайне несчастливы Люди искусства практически всегда черпают в ней вдохновение Ария Нормы из оперы Беллини Каста Дива Вероника Джиоева Ария Нормы из оперы Беллини 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо, Вероника. Это был чудесный подарок. Это был не подсудный, к тому же подарок в неконкурсный номер. И жюри не будет здесь выставлять оценки, а конкурсное выступление Вероники еще впереди. Финал конкурса – момент торжественный, но вместе с темой испытываешь грусть от того, что вот сегодня придется расставаться не только с этими очаровательными конкурсантами, но и с нашим образцовым жюри. Наш бесподобный председатель, многообожаемая Примадонна, народная артистка Советского Союза Елена Образцова. Эти фанфары в вашу честь, Елена Васильевна. Благодарю вас. Руководитель молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин. Профессор Вдовин. Спасибо. Благороднейшая Примадонна, народная артистка Советского Союза Тамара Синявская. Господин директор, теперь наши зрители именуют этого человека только так. Андрис Жагерс, директор Латвийской национальной оперы, актер, режиссер. И по традиции у нас приглашенный член жюри «Пятый элемент», как мы его называем, один из столпов отечественной кинематографии. Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», где мы уже два месяца проводим наш конкурс. Кинорежиссер Карен Шахназаров. Карен Георгиевич, скажите, пожалуйста, получается, что не вы у нас в гостях, а мы у вас в гостях, да? Да, получается так. Но вы рады, что у нас? Правда? Я очень рад этому, потому что я смотрел программу, хотя я заканчивал съемки своей новой картины, но, тем не менее, находил время, и я в восторге от этой программы. Я... Большая честь для меня. Я не уверен, что я так уж пригожусь, поскольку я, конечно, люблю оперу, но я не специалист. Пригодитесь, пригодитесь. Карен Георгиевич, вы посмотрите повнимательнее на артистов. Может быть, кого-то и подберете для будущих фильмов. Вдруг замахнетесь, да, на фильм оперу. Вот, я даже так думаю. Вот. Мы же не бескорыстно вас пригласили. У меня аплодисменты. Наших конкурсантов все время на протяжении этих двух месяцев сопровождали музыканты Камерного оркестра Московской консерватории под управлением Феликса Коробова. Будущее наших конкурсантов теперь в руках нашего жюри, потому что наши уважаемые телезрители сделали все возможное. И, пользуясь случаем, хочется выразить признательность его величеству зрителю за столь высокое и напряженное внимание к его величеству опере, большой опере. 24-го завершилось последнее зрительское СМС-голосование. И вот сейчас вы увидите таблицу без результатов вашего голосования. Возглавляет таблицу по-прежнему Вероника Жиоева. Четверо суток продолжалось зрительское голосование. И кому же достанется дополнительный балл? Итог этой изнурительной борьбы вы увидите сейчас на своих экранах. Дополнительный балл получила Евгения Ширинян. 51,9% зрителей, приславших СМС, проголосовали за нее. И на верхней строчке итоговой таблицы, конечно же, наш лидер Вероника Жиоева. Но как опытный спортивный болельщик, хочу предупредить, не нужно делать скоропалительных выводов, потому что иной раз судьба решается буквально в последние секунды, когда мяч влетает в чьи-то ворота. И в чьи же ворота влетит мяч? Это нам и предстоит сейчас выяснить. Итак, начинаем заключительный тур оперного состязания. В последнем решающем бою сойдутся два баритона. Александр Мименашвили и Сергей Плюснин. Поскольку наше состязание строится по принципу турнира, то рано или поздно каждый встречается с каждым. И вот сегодня, в первый и последний раз, Александр Мименашвили встречается с Сергеем Плюсниным. Александр решил не рисковать в финале. Он остается в амплуа остро-характерного артиста. И я думаю, что это абсолютно правильно, и посмотрим, принесет ли это ему победу. Я думаю, принесет, поскольку прозвучит знаменитая ария Фигара из оперы Моцарта «Свадьба Фигара», где мужчины предостерегаются от коварства женщин. Внимайте, мужчины! Итак, Фигара Александр Мименашвили. Фигара Александр Мименашвили. Фигара Александр Мименашвили. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 И тому, и другому осторожнее с репертуаром. Не попадайте не в свое, а так просто широкой вам дороги. Спасибо большое. Спасибо. Профессор Гдовин, пожалуйста, ваш выбор. Это очень удачное выступление обоих. Прежде всего потому, что каждый предстал в своем лучшем репертуаре, то, о чем говорила Тамара Ильинична. То есть Моцарт – это, несомненно, композитор Александра, а Венецкий гость – это, несомненно, такой боевой конек Сергея. Я понимаю, что я должен сделать выбор, но только потому, что должен. На самом деле любой выбор здесь, в ту или иную сторону, он так граничит с несправедливостью. Саша вот молодец, потому что он концентрируется на Моцарте. У него бас-баритон, чисто моцартовский голос. Он актер, а Сергей – это такой, знаете, в Германии это называется баритон-кавальер. И он тоже, когда вот он попадает в этот свой фах, то есть в ящик репертуарный, сразу все точно. Сергей спел с куражом, которого ему иногда не хватало. А Александр был сегодня точнее, там, стилистически. Но, Саша, вот нас тут подвергает критике, что мы очень придираемся к языкам. Вот допустил столько ошибок в итальянском. И вообще, я должен сказать, мне в течение всего конкурса немножко русской музыки все-таки не хватало. И учитывая вот эти два аспекта, я голосую за Сергея. Спасибо, уважаемый профессор. Господин директор, сделайте ваш трудный выбор. Да, я думаю, что сегодня нам всем трудно выбирать, потому что это было самое яркое выступление для обоих вас. И особенно для Сергея, потому что он все время что-то или сам был недоволен собой, или жюри было недовольным. Сергей был расслаблен, руки говорили искренне, не были формальных жестов. Александр всегда показывал хорошее актерское мастерство. Я бы дал вам обоим ничье, потому что очень яркое выступление. Поскольку закон нашего конкурса, а Сергей иногда попадался ему больше в жюри, я свой голос отдаю Сергею Плеснину. Спасибо, господин директор. Парен Георгиевич, пожалуйста, ваше мнение. Я просто восхищен и благодарю обоих участников и жюри, потому что тут еще такие удивительно тонкие точные оценки, которые для нас смертных, звучат само по себе как музыка. Теперь что я могу своими скромными, в общем, дилетантскими какими-то суждениями прибавить к этому? Вот Александр выбрал, на мой взгляд, самый сложный образ вообще в мировой опере. Все-таки в опере пение всегда чуть выше, чем драматическая часть. А вот Фигаро – это другое дело. Это один из самых искрометных, дерзких, необыкновенных образов, который создан вообще в мировой опере. Мне кажется, Александру еще вот чуть-чуть не хватило работы в этом направлении. Но, понимаете, факт есть факт. Сергей, мне кажется, был более точен. Хотя задача у него была проще, на мой взгляд. Но он выбрал, выбор – это тоже часть профессии. Конечно. Поэтому я тоже отдаю предпочтение Сергею, но при этом не хотел бы, чтобы этот выбор был каким-то образом для Александра воспринят как поражение. Но здесь надо еще играть, надо об этом думать, надо драматическую часть усиливать. Спасибо. И теперь мнение председателя жюри, которое скрипит своим голосом суждение всего жюри. Конечно, вот именно с Юрием Александром мне очень понравился. Он был тоньше, элегантный был в Моцарте. И ария, конечно, более тонкая, более изысканная. Песня в Денецком гостя была попроще. Но вот Тамарочка вам сказала, что она желает вам широкой дороги. А я вам скажу, я хочу вам пожелать дальней дороги в музыке. И больше с моими двумя голосами я отдаю по баллу каждому. Это очень элегантный поступок, но тем не менее побеждает Сергей Плешин. Это не важно. Какая разница, кто побеждает? Мы вас полюбили, очень полюбили, чтобы вы знали это. И вас полюбили не только мы, не только члены жюри. Мы вас просим остаться, ибо в адрес одного из вас получено видеообращение. Если позвольте, мы распечатаем пакет. Именно для вас, Сергей, мы получили видеописьмо. Давайте его вот так вот всенародно прочтем. Можно? Конечно. К сожалению, этот фантастический проект на канале «Культура» подходит к концу. И уже финал. Но каждый финал — это начало. Это начало новой жизни для победителей конкурса. И сегодня можно сделать еще сюрприз. И мне его хочется сделать. Я бы хотел пригласить участника этого проекта, Сергея Плюснина, стать солистом театра «Геликон-опера». Я с удовольствием принимаю это приглашение. Вы видите, какой прозорливый главный режиссер. Он даже еще не знал результатов вашего сегодняшнего выступления, а уже сделал предложение, в котором у вас не будет выбора. Сережа, откомментируйте, пожалуйста. Я не ожидал этот подарок. И мне кажется, это самое великое, что может желать вообще певец. Браво! То есть вы теперь оба работаете в этом театре? Ну, конечно. Получается, что да. Саша тоже из этого театра. Вы, коллеги, замечательно. У меня нет слов. Большое спасибо. Мы вас поздравляем. Спасибо. Большое спасибо. Вот такой сюрприз в большой опере. Уважаемые телезрители, теперь судьба конкурсантов, увы, не в ваших руках, а в руках нашего уважаемого жюри. Вы великолепно потрудились, вы великолепно голосовали. Теперь вам самое время отдохнуть. Вы имеете право не только на отдых, но и на удовольствие. И потому мы приготовили вам сюрприз. Его называют петербургским итальянцем. Народный артист России, солист Мариинского театра, Василий Герелло и его запретная мелодия. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 ОНЕЦ КОНЕЦ ВИВИ ВОЛЬМУ ПОЛЬМУ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Браво, браво, Гирелла! Спасибо, какое счастье, что вы сегодня с нами. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Большая честь. Мы не должны сейчас отпускать нашего именитого гостя со сцены. Мне кажется, что он не торопится. Ведь правда, вы готовы остаться еще немного? А я бы не отпускала его. Я думаю, и публика вас не отпускает. Где мои помощники? Мои коллеги? Друзья, давайте. Походите! Быстро! Вот, видите? Как легко находят общий язык баритоны. И сейчас прозвучит вновь неаполитанская песня. Она была сочинена ко дню пуска первого фуникулера на Везувии. И в оригинале называется «Фуникули-фуникуля». Но у нас перевели просто на качели. Тоже неплохо. АПЛОДИСМЕНТЫ ГОВОРА 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и как вам это нравится? Ну конечно нравится, значит наш конкурс придуман совсем даже не зря Потому что появляются новые контракты, проекты, связи, знакомства Ну и приходит популярность, как я и предсказывал, уже наших героев конкурса узнают в метро, на улицах Да, они еще пока ездят в метро Ну где-то же надо встречаться со своими поклонниками Вот Александр Ковалевич, я помню, говорил, что именно поклонники ей помогают выбирать репертуар Потому что выбор репертуар Потому что выбор репертуара должен быть безошибочным, чтобы произвести впечатление на такое уважаемое жюри И доказать, что будут исправлены все ошибки предыдущих туров Сейчас в поединке на этой сцене сойдутся два мецосопрано Лариса Андреева и Александр Ковалевич У обеих конкурсантов не очень легко складывалась судьба в большой опере Лариса Андреева выбыла в отборочном туре, но потом судьба улыбнулась ей вновь Она вернулась к нам и вернулась с благодарностью И стала одной из самых старательных конкурсанток И вот сейчас вы услышите романс Никлауса из оперы «Сказки Гоффмана» Лариса Андреева Лариса Андреева Лариса Андреева Лариса Андреева Лариса Андреева СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Александра. Ну, очень красиво. Взовем на сцену Ларису Андрееву. Ну что, теперь посмотрим, что скажет наша высокая жюри. Начнем с профессора Вдовина. Они совершенно разные. Сравнивать нельзя. Если Лариса, она прежде всего артистка, актриса, то Саша прежде всего певица, вокалистка. И если Лариса, мне кажется, больше ее влечет к западному репертуару, то Саша это певица, которая чувствует себя замечательно в репертуаре русском. Это безумно трудная Ария Каватина Кончукова. Там, конечно, были некоторые интонационные моменты. Не все ей удавалось, и контроль дыхания не всегда был. Но, с другой стороны, она пела своим голосом, она была в своей стихии. Лариса, вы сегодня немножко поддавали лишнего. А Саша сегодня была в своем. И как-то вообще поразилась сегодня. Она мне кажется, как-то даже, ну я не знаю, могу ли я бы сказать, как-то выросла за месяцы нашего конкурса. И мой голос идет от ней. Спасибо, спасибо. Господин директор. Лариса, я вам хочу пожелать просто боль, раскованность. И все-таки видно, что вы себя все время немножко контролируете. И мне кажется, были вокальные грешки. Особенно в начале, когда вы сидели, не знаю, вам с дыханием было проблематично. Когда встали, лучше стало. Александра, вы очень хорошо начали конкурс Далила и поразили меня. И прекрасно закончили конкурс сегодня. Что я хочу пожелать вам? Вам иногда немножко присутствует такой вот взгляд на себя со стороны. И от этого надо вам избавиться. Как я выгляжу, как я встала, как я повернулся. Можете сейчас волосы взять, может сейчас профиль, можете улыбнуться. Доверяйте своему внутреннему состоянию. И все будет отражаться в вашем теле, в вашем лице. Мои голосы я даю Александр Ковалевич. Спасибо. Спасибо. Тамара Ильинична. Ну, девочки, держитесь. Они уже напряглись. Начнем с Ларисы. Лариса, вам очень подходит петь эту арию. Единственное, хотелось бы побольше нюансов. Все время идет такое напряженное форте, все время напор. Там есть такие места, в которых можно искупаться. Красивые, нежные. Не только такие, стенобитные. Вам подходит эта партия, эта роль. Я не знаю, как, так сказать, на протяжении всего спектакля, но в данном случае романс подходит. Что касается Александры. Все ровно очень звучит. Единственные огромные претензии. Надо все-таки выдерживать длительность нот. «Придет ли, милый мой?» Обязательно. Вот во второй части, когда идет такое напряжение. Затем «Ночь, спускайся скорей». Там есть запятая. Смысловое дыхание можно взять, можно себе позволить. Я понимаю, у вас прекрасное дыхание. Вы выдерживаете всю эту фразу, которую не всегда певицы, исполняющие роль Кончиковны, выдерживают на одном дыхании. Но за счет смысла тогда идет запятая и идет дыхание. И затем, ну, в общем, все очень красиво было. Мне бы хотелось тоже побольше нюансов таких, знаете, кошачьих каких-то движений. Все-таки это Кончиковна, дочка Хана Кончака. Девушки, я вас поздравляю обеих, но голос свой я отдаю сегодня Александре. Спасибо. Спасибо. Карен Георгиевич, ваш имя, пожалуйста. Я вспомнил такой, был знаменитый французский режиссер, кажется, это был Жан Ренуар, который очень любопытную фразу сказал. Он сказал, вот, чтобы сделать кино, надо фильм, да, надо совершить много усилий. И самое главное, последние усилия надо сделать таким образом, чтобы все эти усилия не были видны зрителю. в этом смысле Александр выиграл в моих глазах. Чуть-чуть я у Ларисы, может быть, усилий почувствовал больше, поэтому я отдаю свой голос Александре, но это, в принципе, неправильно. Надо пополам делить, вообще-то. Как вы думаете, без вокала в какой-нибудь кинороле вы ее видите? Без вокала обе девушки абсолютно прекрасные, готовые актрисы. Вот видите, генеральный директор, киноконцерный. Не, не, не директор, кинорежиссер говорит вам это. Это более важно. Мужчина говорит. Это более важно. То есть вы берете эти фамилии на заметку? Да, безусловно. Елена Васильевна, прошу ваше высочайшее мнение. Девчонки, вы очень хороши обе. Ну, прям даже не хочется сегодня вас ругать, но во французской музыке, Лариса, нельзя сажать на грудь голос, да? Верхние ноты надо петь как можно шире по резонатору и как можно дальше от себя верхние ноты, да? Но ты была хороша, и ты была в стиле этой музыки. Молодец. Александра Ковалевич была сегодня тоже очень хороша. Начала только очень громко. Мне хотелось, чтобы это в ночи тишина, ожидание любимого. И отпускай звук, пожалуйста. Глой тумана. Хочется отпустить, чтобы пролетело это все, чтобы было слышно в самом конце зала, да? Но вы были обе хороши, и я еще раз воспользуюсь такой возможностью. Я хочу обеим девочкам присудить по балу. Мне очень понравились обе. Елена Васильевна, вы сегодня сама доброта, вы на шутке сегодня. Нет, знаешь, что я очень-очень смелая сегодня, потому что я знаю, что это в последний раз, и меня из жюри не выгонят. Но при всей доброте душевной Елены Васильевны побеждает в этом раунде Александр Ковалевич. Сегодня в нашей программе одни только оперные хиты на прощание. Конкурсанты дарят нам потрясающие арии и дуэты. Сегодня по нашему залу распространится тонкий аромат изысканного Востока. Дуэт цветов из оперы Лео де Либо «Лакме». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СИТРИЧЕЙСКИ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКО ta СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Победителем станет лишь один из вас, но в выигрыше будут все участники конкурса. Это уж безусловно. И сейчас у нас есть еще одно видеообращение ко всем вам. Пожалуйста, внимание на экран. Я хочу поздравить канал, потому что это очень большое, серьезное начинание. Это, конечно, крупный проект. Я очень рад пригласить участников этого проекта, молодых певцов, пригласить на мой фестиваль в Сочи. Это фестиваль искусств. И поэтому все самое значимое мы пытаемся там продемонстрировать. Участников этого проекта, Большая опера, у нас есть возможность их двигать. Давать им возможность выступать и демонстрировать свои таланты. Это очень ценное приглашение. Воспользуйтесь этим приглашением. Но это не единственное приглашение для всех вас, дорогие конкурсанты. Дело в том, что ректор Московской консерватории Александр Сергеевич Соколов приглашает вас всех выступить на прославленной сцене Большого зала Московской консерватории. И петь там вы будете в сопровождении какого, как бы вы думали, оркестра, того самого, с которым сроднились уже, Камерного оркестра Московской консерватории под управлением маэстро Феликса Коробова. А телеверсию этого концерта покажет телеканал «Культура». Вот это итог, настоящий шикарный итог Большой оперы. Но прежде чем подвести этот итог, надлежит воздать должное нашему восхитительному жюри. Елена Васильевна, вы были гарантом успеха вместе с Тамарой Ильиничной и всеми членами жюри. Без вас этот конкурс не имел бы такого успеха, какой он имел и у профессионалов, и у зрителей. На протяжении двух месяцев, каждую неделю, эти метры, эти звезды оперной сцены блистали в нашем проекте. Вы не только судили молодых певцов, вы старались и помочь своим опытом, своими советами. За что мы вам очень благодарны. И, конечно, без вас ничего бы этого не состоялось. Это были роскошные мастер-классы от самых опытных наших певцов, режиссеров, педагогов. Елена Васильевна, и сейчас мы просим вас подвести итоги конкурса «Ваши впечатления». А уж победителя мы объявим с Аллой с вашего разрешения. Вы знаете, я счастлива, что на канале «Культура» произошло это событие. То, что молодые певцы могли показаться всему миру, и то, что мы вам наговорили всяких советов, это тоже для вас хорошо. Я надеюсь, что вы чувствовали, что мы это делаем любя и с желанием, чтобы вам было еще лучше жить на свете на этом. Я думаю, что все советы вы приняли во внимание, потому что последний вечер показал ваше профессиональное мастерство и желание доказать, что вы на большом уровне, на хорошем находитесь. Я желаю вам долгой-долгой-долгой жизни в музыке и любви вам любви. Любите, потому что это самое главное для искусства. А теперь в согласии и по поручению нашего уважаемого председателя мы оглашаем результаты нашего конкурса. Но прежде я должен открыть одну тайну, которую мы держали в строгом секрете. Каков будет главный приз абсолютному победителю этого конкурса? Главный приз для победителя нашего конкурса – сольный концерт на телеканале «Культура». А победителем конкурса «Большая опера» 2011 года становится… Вероника Джоя! Победителю вручается приз! Вероника, мы вас поздравляем! Браво! И даже все равно! Слово Феликсу Коробову, дирижер. Пожалуйста. Во-первых, огромное спасибо оркестру. Ребята, спасибо вам! Спасибо! Я очень рад, что на канале «Культура» состоялся этот проект. Тяжело, сложно, радостно, весело, грустно он состоялся. И я очень рад, что это на самом деле в наш век любительства, это был абсолютно профессиональный проект. Все участники – абсолютные профессионалы. У них уже замечательная творческая жизнь. Хочется, чтобы она продолжалась. Ребята, я очень рад нашему знакомству. Я думаю, что в этом маленьком мире мы не потеряемся и будем видеться достаточно часто. Спасибо, Феликс! Спасибо вам! А теперь слово нашей победительнице, Вероника. Спасибо большое всем! В особенности я хочу поблагодарить наше прекрасное жюри. Я вас обожаю, спасибо вам, что вы мне столько хорошего говорили. И, конечно, ребятам всем мы были вместе, поддерживая друг друга. И, конечно, всем поклонникам моим большая благодарность, что они за меня голосовали. Спасибо вам огромное всем! Мы поздравляем вас! Аплодисменты победителю! Аплодисменты всех участников! Спасибо! Спасибо! Ну что же, конкурс закончен. И мы прощаемся со зрителями, с жюри, с нашими конкурсантами. Но мы не говорим «прощайте», мы говорим «до свидания!» Значит, до новых встреч, до скорых встреч! И, естественно, на телеканале «Культура». В большой опере! Опера остается с тобой! Вечная любовь, верны мы были ей, но время зло для памяти моей, чем больше дней, глубже рано в ней. Все слова любви в измученных сердцах слились в одно преданье без конца, как поцелуй, и все тянется давно. Я уйти не мог, прощаясь навсегда, не видит Бог, надеясь, что когда увижу вновь эту мою любовь, Вечная любовь, здесь сильной быть должна, где путь один, сквозь даль идет она, Вечная любовь, верны мы были ей, но время зло для памяти моей, чем больше дней. Вечная любовь, верны мы были ей, но время зло для памяти моей, чем больше дней. Все слова любви, безумный крик сердец, слова криков и слезы, наконец, приют для всех, уже прожит их путель. Зорь, когда светет, и в сумраке ночном умрет, уйдет, но оживет потом, и все вернет. Вечная любовь, живу, чтобы любить до слепоты и до последних дней, Одна мечты, жить с любви, разлу тебя навсегда. Браво! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ